Здравствуйте, дорогие друзья! Вот я сейчас спел крайние ноты баритонового диапазона, соль большой октавы, соль 1, это рабочий диапазон баритона, ну соль большой практически она, хотя нет, она все-таки встречается и она нужна, соль 1 естественно нуждается, мы нуждаемся в ней. Но сейчас не об этом, сейчас не о диапазоне, сейчас о точке фокусировки. Вот что я делал. Слышите, я делал вот эту так называемую эмиссию пунту, пунджеры, да, помните я не раз говорил, пунджеры колоть. Натягивал связки и делал вот эту вот высокую певческую форманту, сквилло, колокольчик вот это, чтоб звенело. И дальше мы вот сюда и сюда стараемся максимально, максимально сфокусироваться. В этом упражнении все пять гласных, да, то есть. Е, тоже она не собирает вертань, е, е, е. я сразу направляю вот сюда в эту вот точку фокусировки как-то она там называется даже по-наученному . морена что ли но это не имеет значения как что называется важно чтобы была фокусировка чтобы и вот пять глаз наших да мы все встраиваем вот сначала должны мы добиться максимального резонанса как он достигается собранная горталь но открытая глотка не путать не путать когда я говорю про открытую широкую глотку это не значит что я говорю про широкий не собранный звук звук собранных без открытой глотки мне соединиться он с грудью не будет настоящего резонанса будет жесткость вот вы будете хорошо здесь себя слышать это даже может быть вот сейчас на записи даже будет наверное ярче вот где-то на каких-то записях но в реале это будет нифига простите не ярче это жесткость это вот вот эти мягкие ткани они нам дают до внутри ощущение они дают на внутри ощущение яркости и некого некого даже какой-то момент комфорта что мы вот потому что это же опора вот она тут рядышком но когда мы начинаем петь и сталкиваемся с вокальными трудностями мы вдруг обнаруживаем что нам тяжело вот так вот опираться поэтому ты нужно но много чего нужно много чего нужно вот сейчас мы с вами попоем вот это упражнение и постараемся добиться чего одинакового звона и одинаковой свободы в глотке то есть два компонента ощущение вернее ощущение все время да мы по ощущениям понимаем что у нас резонирует и по ощущениям понимаем что нам легко но два вида ощущение то есть один нас направлен на ощущение вот легкости а другой на про другое ощущение направлен на понимание какой звук что звук нам диктует звук диктует как нам себя ввести нет никакой отдельный там опоры нет отдельно дыхательной какой-то техники без звука главное звук он диктует и вот мы должны его взять и на ней максимально почувствовать этот стоп который начинается с точки где мы начинаем петь со стеснения воздуха и дальше посылаем если здесь не звенит но опять же звенеть должно при свободе здесь вы не должны чувствовать здесь опору во рту вот тут горле сейчас я забыл пять гласных ну 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 извините ну 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 и так далее дорогие друзья я сейчас спою ну не на весь диапазон это упражнение но попою его довольно долго и и покажу своим подписчикам на спонсоре ссылка в описании этого ролика вот справа такая стрелочка ткнули на нее и у вас описание ролика открылась если вы не понимаете если вы не не можете на ютюбе найти на ютюбе найти где описание ролика вот этого видео ну просто погуглите спонсор точка ру проект поем с москальковым вот сейчас уже для подписчиков то есть ролик мой продолжится сейчас для только для моих подписчиков где я подробно вот это упражнение разберу и главное они смогут вместе со мной прямо пораспиваться потому что я буду естественно останавливаться где у меня не получилось я буду это показывать и стараться исправить то есть мы фактически вот будем работать вот самая 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 кухня будет показано и мы подробно над этим упражнением важнейшим поработаем так что спасибо всем кто смотрит меня на ютюбе и и продолжаем с дорогими подписчиками на спонсоре ю ю ю